Продолжение следует... Костя, если вопросов не счесть, вот тогда надо присылать эти вопросы, мы будем рады, не считая, отвечать на эти вопросы со временем. В отношении трактовых песен, есть песни, которые как бы такого общечеловеческого характера, допустим, «Дыхание тьмы», это каждый человек может понимать по-своему. Самое такое тупое понимание – это песня о лётчиках. Более романтическое и такое душевное понимание – это песня о человеке, который как подбитый самолёт. Разные ситуации бывают в жизни. И вот «Дыхание тьмы», тьма для каждого не обязательно вот такая вот, она одна, а у каждого своё понимание, представление о тьме. Что для человека, для данного человека, что представляет тьма. Вот это дыхание тьмы, что это дыхание смерти всё ближе-ближе, иногда ты ощущаешь, да, какое-то предчувствие, либо какая-то вот безысходность. То есть это вот у Валерия Саныча, у исполнителя этой песни, она стоит в разряде личных песен. То есть это вот то, что он в своё время переживал. Вот. Я когда писала, я представляла вот самый такой пошлый, у меня был вариант, это вот мой папа лётчик. Вот это вот. А потом уже как-то в разговоре скипелывал, ну мы открыли совершенно разные грани. И мне вообще кажется, что трактовка песен, Мартин, ты с нами согласен, я знаю. Трактовка песен – это в общем-то дело предел человека. Очень радостно, когда люди не знают, а вот о чём эта песня, да? А когда они пытаются что-то представить, как-то проецировать на себя. Вот, допустим, вот только вчера был у меня такой случай, это вот у нас был 24 декабря. Я была на концерте в клубе театр, выступала несколько групп, ко мне подошли ребята молодые. Очень хорошо мы с ними поговорили, замечательные просто ребята. Я их пригласила и в контакт, в группу, и на фейсбук, пожалуйста. И как раз они мне рассказывали про наши песни. То есть они говорят, что вы знаете, вот многие песни сыграли в нашей жизни, большую роль там кого-то вытянуло из пропасти безысходности, там помогло там и так далее. Я им в свою очередь рассказал, как вот одни байкеры написали мне с просьбой, по-моему, это даже вопросов было, что можно ли цитату из «Беспечного ангела» на гробе вывить, который разбился. Ради бога. Я еще этим ребятам говорю, вы знаете, меня многие обвиняют в том, что я вот какую-то чернуху там гоню безысходность и все. Они говорят, да нет, да вы что, вы не понимаете. Наоборот, ваши песни вот с вашими текстами дают как бы нам силы жить. Мне было очень приятно это слышать. И вот «Дыхали и тьмы», мне кажется, тоже относятся к этой песне. Относительно «Крови королей» – это конкретно историческая песня. Я уже много раз про это говорила, это песня о короле Артуре. В первых вариантах там было больше, как бы, действительно из легенд, с указанием имени его сына, которые его вызовут на смертельный бой и так далее. Мы потом эти убрали, такие тонкости, потому что несколько раз текст переделывался, там была и внутренняя рифма, и в общем, много мы с Дубининым сражались. В конце концов, вот последний этот вариант – это о короле Артурии. Песня заканчивается рассуждением о том, что он как всегда нет пророка в своем отечестве, и что вот если что-то случится с Британией такого ужасного, то король готов проснуться и прийти на помощь своему народу. Но это легенда у многих народов о том, что там какой-то спящий великан проснется, придет на помощь своему народу, там и не один, а может быть там из пещеры вывалится целая банда этих великанов и будет помогать. Но у британцев есть такая легенда о короле Артурии. Эта песня, она немножко как бы мусилась по ролям. Почему там вот, как говорят, начало поет Дубинин? Это, как я бы выложила, это Мерлин, охранитель короля Артура, и в общем-то маг, который привел на трон короля Артура, он как бы рассказывает. И вот история «Девять плащей», «Девять сестер в черных плащах» – это фрагмент взятый из книжки Томаса Мэлори. Есть огромный такой том «Вся история короля Артура». Вот кому интересно, тот может почитать. Захватывающий. Там и все рыцари, и ланселот, в общем-то там все присутствуют. Все, что было сказано о короле Артурии, в этом томе как бы сосредоточено. И вот эта книга Томаса Мэлори, она считается как бы основополагающей для чтения всех, кто интересуется историей этого короля. «Зов бездны» там ничего такого нет. Это песня чисто, песня дайвера. То есть у нас Виталий Алексеевич очень увлекается подводным плаванием. Он меня попросил написать такую песню. Она очень атмосферная. Я начиталась, естественно, про Эва Кусто. Были тоже масса вариантов. Там же интересно, на определенный момент закипает кровь. Там начинается кислородная эйфория. Вот это все. Кровь меняет свой цвет, превращается кровь в зеленый цвет. Все, но мы решили не отягощать. Вот такими подробностями. А в принципе это вот про дайвинг. То есть про тех сумасшедших людей, которые очарованы глубиной. И которые вот опускаются туда, там же совершенно другой мир. Вот Виталий много рассказывал про это. У него и съемки есть, и фотографии прекрасные. Это действительно вот. Все, он говорит, когда входишь в воду, вот только начинаешь входить в воду, все, вся реальность отодвигается. Все, совершенно другой мир, другие ощущения, другие краски. И что-то такое божественное, и оно затягивает. Недаром он все время ездит на ряду через определенный время. Он говорит, все, все, уже пора. Раз уехал, там, на какой-то страшной шхуле, там, они в диких условиях, но они ныряют. Но это своего рода, как бы, фанатизм, как я понимаю. Вот, то есть в Зове Бездны как раз ничего такого скрытого, тайного нет. Ну, а вот «Третьи времен» еще остались, и «Твой день». Ну, «Твой день» — это сразу я скажу, это третья серия «Герои асфальта», об этом я тоже много говорил. Это парень, который вот у нас там все время шастал по дорогам, байкер, он оказался в горячей точке, вот он приехал, «Твой день», то есть там тоже рассказано. Вот, и все есть в тексте, просто надо уметь слушать, и при случае читать, если этот текст напечатан. Включать собственное воображение. «Третьи времен» — это тоже песня с большой историей. Начиналось все вообще с нерифмованного белого стиха, начиналось с Александра Македонского. Вообще, Александр Македонский, он дает такую пищу для написания песен. Ну, я прошу неискушенных товарищей не писать. Это надо полюбить Александра Македонского, тоже погрузиться в его историю. Масса сюжетов из его жизни может быть. И мы пробовали еще с Дубининым, там, в черниках не буду говорить, какой песни у нас присутствовал Александр Македонский. Его поход в Индию. И первый вариант, вот он кипел, собственно, так подразумевался, что он дошел до края земли, вот это Индия. А потом он Валерий Александрович опять повернул это в личную сторону. Он вообще все как бы пережевывает, перерабатывает и как-то очень удачно это подходит под его жизненный опыт. Так что там про человека, который шел, поставил перед собой цель, шел вот на край земли. Он когда облинулся, он увидел, что все друзья всех бросили его. То есть он один оказался верен в своей мечте, дошел до края и полное одиночество. Так что включайте, ребята, свое воображение. Я думаю, что у всех оно присутствует, просто у многих оно спит. Следующий вопрос. Алексей Тюкин. В чем, по-вашему, кардинальное отличие любви от дружбы? Тюкин. Вот я тебе на этот вопрос отвечать не буду. Ты взрослый дядька и все сам прекрасно понимаешь. Ну, тогда от него уже пройдет следующий вопрос. Маргарита Анатольевна, если бы вы были мушкетером во Франции, в веке так, 16-17, как часто вы бы вызывали на дуэль наглых гвардейцев-кардиналы? Или ограничивались бы ироничным... Ну да. Замечением. Да, да, да. Я бы успела, наверное, написать только половину этого замечания, меня бы упрятали в Бастилию, это точно совершенно. Поэтому я по политическим вопросам стараюсь не высказываться, ничего не писать, потому что Бастилия в том или ином виде, она присутствует в любом государстве и в любые времена. А по поводу дуэли... Ну, на самом деле мы знаем о жизни мушкетеров в основном по роману Дюма. Ну, наверное, было бы, конечно, с этими собаками-гвардейцами-кардиналами у нас были бы серьезные разборки. Но если бы были такие друзья, как у Дюма, то, я думаю, это было бы даже очень весело. Если бы были бы, да? Если бы были бы, да. Было бы нормально. То есть мало бы гвардейцам не показалось бы. И Решилье тоже. Хотя, в принципе, он был политикой не такой, как в фильме известном.